Всем привет! Я в своей кривой шляпе. Уж простите, так вот я одел ее, потому что солнце светит. Новую не стал одевать, потому что будем, если что, купаться, чтобы соль на новую кепку не попала, не испортила. Мы приехали в Судак, ой, в Судак, в Коктебель. Вы, наверное, уже поняли. Мы здесь были на морской прогулке до Золотых Ворот и горы Карадак, но решили приехать сюда на машине. Четыре года назад мы здесь были с девчонками-корякинами один день, но ситуация по сути дела не изменилась. Я вам сейчас покажу почему. А перед этим хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто комментирует, кто пишет комментарии хорошие, плохие, ставит лайки, дизлайки. В общем, всем вам огромнейшее спасибо, что вы поддерживаете канал, что вы даете советы, стараемся их прислушиваться. И сейчас я вам предлагаю прогуляться по набережной Коктебеля. Мы выберем морскую прогулку, потому что они здесь есть именно по набережной горы Карадак, около Карадага. И может быть получится, если по времени сойдемся, именно пройтись внутрь варку Золотых Ворот Крыма. И заснять все это. А сейчас я вам хочу показать набережную, хочу показать линию пляжа и почему меня он именно смущает. Смотрите, какой пляж, каменистый, но сама прибрежная зона в воде, она песчаная. Из-за того, что она песчаная, вот что мы были 4 года назад, что в этом году, очень сильная муть. Вот прямо грязь такая, знаете, я не знаю, с утра как здесь почище или нет, но вот вдалеке чистое море, видите, да, а потом такая целая полоса идет песка с водой. Вот мне кажется, что года 4 назад я как раз здесь этой водой отравился. Я как раз в интернете пишу, что в Коктебеле нет тоже выводящих вот этих всех неканализационных систем, а как это называется, ливневок, да, которые бы, а, очистных сооружений, вот. И ливневки все идут сюда тоже так же в море, и люди здесь продолжают купаться. А с ливневками, сами понимаете, что может сливаться все, что угодно. Ну, слава богу, что сейчас дождей уже не было как минимум дня 3, наверное, да, последние дня 3, наверное, как раз сильный дождь был, как раз, когда мы путешествовали на теплоходе. Вот. Волна сегодня, естественно, что еще больше она поднимает этот песок грязь. Но дело каждого человека выбирает то, что хотят. А вот именно очистные сооружения обещали построить к 2023 году, поэтому, если кто-то хочет именно отдохнуть в Коктебеле, здесь на самом деле хороший берег, песчаник такой. Но, чтобы себя обезопасить и понимать, что вы купаетесь именно просто в воде с песком, а не с фекалиями с собачьими или еще с чем-то, лучше поддержите себя, съездите куда-то в другое место Крыма и приезжайте сюда после 2023 года, когда здесь построят очистные сооружения. Но сейчас мы прогуляемся немножко, что-то, если интересное будет по набережной, обязательно покажу. И в этом же видео оставлю место, чтобы показать морскую прогулку вдоль побережья горы Карадак и с золотых ворот Крыма. В Коктебеле есть свой дельфинарий, вот сейчас вы его видите и за ним, левее туда, вглубь, не так далеко от набережной, ну там три минуты ходьбы, есть свой аквапарк, которым могут развлекаться не только дети, но и вы сами. Посмотрим, какая набережная, что тут интересного есть, ну как обычно здесь продают различные морские безделушки, все, что можно продать на побережье, как в любом приморском городе, и значки, и браслеты, и надувные матрасы, и круги, и магнитики, вон какие прикольные, с этим, 100 рублей все стоит золотыми воротами, надо будет обязательно купить себе магнитик, потому что, по-моему, в том году, вот четыре года назад, когда мы здесь были, я ничего не покупал такого, надо купить. Ну, широкая тоже набережная. Мы вышли, просто припарковали машину около кемпинга Химик, чуть-чуть повыше его, около дороги, там парковка была платная, 200 рублей за 5 часов, я думаю, что нам этого хватит, и спустились сюда пешком, и вышли на набережную, по сути дела, ну как бы в половину ее, потому что одна идет сейчас в левую сторону, куда мы идем, а другая осталась позади нас, как раз ближе к горе Кородак. Сейчас наш план посмотреть, что здесь есть, найти симпатичного и доверительного продавца туристических маршрутов, спросить у него все, или у нее приобрести билет, выбрать, ну, какой у нас будет маршрут место для поцелуев, место для, да, вот понимаете, вот это хорошо, то есть все вечером здесь собираются, вот на этом стуле, сломанном почему-то только, жарище ребята, 35 градусов в тени показывает, вода, не знаю, какая здесь, в судаке 24-23 градуса, ну, там, конечно, даже днем вода чистая, в отличие, вот здесь, кстати, она чуть-чуть почище почему-то, может, людей, да, здесь поменьше, хотя пляж продолжается, столики, кафешки, чебуречные, все как обычно здесь есть, чебуреки с мясом 100 рублей, с сыром 100 рублей, с мясом, сыром, плюс помидор 150, в общем, примерно вот такие цены, но здесь единственное, что, конечно, по колхозу, всякие вот такие таблички, туалеты, души, и так далее, и тому подобное, вот сейчас я вам покажу вот эту вот, так скажем, городскую ливневку, которая выходит в Черное море, вот она, и таких здесь их несколько, то есть сбросы, это здесь и кто дома, что использует вода, там еще что-то моют, стирают, все это, короче, вот сюда выходит, но это я просто читал реально в интернете, вместе с какой-то горной речушечкой, все это сюда вместе вытекает, так было, к сожалению, построено еще в советские времена, и до советских времен, когда были поселки построены, но вот тогда не было столько людей, и возможно, что как-то по-другому все это контролировалось, потому что в советское время все-таки были посерьезнее всякие эти СанПин-нормы, а сейчас за этим практически никто не следит, но слава богу, что правительство Крыма и в частности поселка Коктебель взялись за это дело, и все-таки надеюсь, что к 2023 году они все нормализуют. Будем верить в хорошее, в позитив. Единственное, что мы сейчас заметили, вот позади меня, но вам все равно далеко не видно, здесь прямо на набережной, набережная заканчивается нудистским пляжем, то есть обычно нудистские пляжи, они как-то за труднодоступными местами, а вот Коктебель, вот он прямо вот позади меня, то есть буквально в двух шагах вот заканчивается нормальный пляж, обыкновенный, так скажем. Ну, для этих людей тоже это норма, я нисколько не осуждаю их, но просто обычно это как бы находится в таких вот местах, где просто человек, так скажем, не пойдет. Мы сейчас здесь припарковывали машину, и я читал тоже в интернете, что в Коктебеле есть нудистские пляжи. Охранник, который припарковал нашу машину, сказал, ну, говорит, пойдете там на левой стороне, говорит, нудистский пляж, там туда-сюда, и я просто не думал, что он обычно как-то так, знаете, за каким-то хотя бы бугром, за каким-то поворотом, а здесь сразу вот люди нормально, вот получается вот, а за этим зданием, вот здесь просто пляж, а вот за этим зданием сразу уже сиськи-письки в разные стороны разложены, это тоже как-то странненько, ну, как есть, просто сказал об этом, просто желающий, если кто-то хочет, пожалуйста. Так, место, конечно, красивое, пейзажное, гора Кородак, синее, бурюзовое море, отлично он как, если не все какие-то минусы небольшие, которые, ну, так скажем, видятся нам, другим людям, это может быть абсолютная норма, поэтому мы говорим так, как мы видим, так, как мы чувствуем, для кого-то из вас это покажется абсолютной нормой, ну, вот это, конечно, очень красиво, кстати, так же, как в Судаке, прямо, бухта такая, с одной стороны, Голицынская тропа, с другой стороны, тоже горы, в общем, красиво, Крым все-таки, такой пейзажный, на самом деле, ну, а по набережной, по сути дела, я думаю, что больше такого показывать нечего, не будем сильно занимать видео, потому что все то же самое, как в обыкновенном, еще раз повторюсь, прибрежном городе, типа, тиров, различных шашлыков, баров, мохито, что тут, креветки, маленькие, черноморские, на развес, самса, чебуреки, как они называются, кастабы, ну, туалеты, душевые, и все тому подобное, мороженое, на побережье висит красный флаг, и сейчас мы были у мужчины, спросили все экскурсии, какие есть, одна экскурсия, единственная, которая здесь ходит от от чего, от Коктебели, это вот как раз в сторону Золотых Ворот, и большая экскурсия, это по Карадагу в час дня, ну, над этим мы будем думать, потому что, если мы через пару дней уедем с Судака в Евпаторию, то, конечно, сюда будет сложно добраться, морские прогулки отменены из-за шторма, хотя вроде вода как бы в море не слишком такая шаловливая, но вот здесь на берегу, да, она сейчас разыгралась, для кого-то покажется, что это не совсем волна, но, короче, было принято решение попробовать доехать на машине до мыса хамелеон, который находится здесь прямо рядышком, вот он, туда можно проехать на машине, но единственное, что какую-то часть нужно будет пройти пешком, давайте попробуем вместе с вами сделать это, и в видео вы уже, это мы сейчас не знаем, а вы в видео уже будете все знать, попали мы туда или нет, красивые виды, все увидите, в общем, продолжаем наш лог, чтобы его не засорять, прогулкой просто по набережной здесь в Коктебеле, в общем, так что вот, поехали. Вот, ребята, дорога такая вот не очень ровная, и, ну, не встречаются вот такие придурки, которые еще и пытаются здесь обогнать, идиоты, ну, вот легковые едут, машины стараемся туда тихонечко проехать и показать он самый интересный, конечно, самим все увидеть живыми глазами. мы приехали, оказывается, мы здесь не одни, вот это начало гребня, мыса, и вот нам нужно будет сейчас вот туда пойти вот здесь и вот туда подниматься далеко-далеко, там надеюсь, что какие-то все-таки топологии проходы. Здесь же есть тихая бухта, мне кажется, что здесь волна поменьше, возможно, что мы здесь и покупаемся с вами, поплаваем, по крайней мере, мы поплаваем, покупаемся, а вам покажем эту тихую бухту. Видовые кадры однозначно вы увидите, потому что здесь отличный вид открывается на кородак, на Черное море, на бухты Коктебельские. В общем, тут виды потрясающие и в интернете написано. Главное, в жару в такую, ребята, нам нужно быть осторожными, мы взяли с собой воду. 35 градусов в тени сегодня в Крыму, ну, по крайней мере, на нашем побережье, где мы находимся, в Судаке и в Коктебеле. От такой жары я, честно говоря, не пропоминаю, потому что вот личность, если сказать, вот просто все в поту, все тело, и между ног, и спина, и голова, водой льется. Ну, нужно посмотреть в любом случае это место. Сейчас кроссовки обратно переоденем, потому что мы в Кроксах и пойдем в горы. Министерство экологии и природного ресурса Республики Крым. Особо охраняемая природная территория, ландшафтно-рекреационный парк, Тихая бухта, площадь 1508 гектар. Самое главное, кто сюда если поедет, вот там, кстати, бухта Коктебеля, Карадак, близко к краю нельзя подходить, хотя люди ходят, но вот видите, из-за таких штук, вот, это все может просто обвалиться, потому что он достаточно рыхлый, очень часто обваливается, обваливаются края, и в каком-то 2008 году, что ли, даже вот люди здесь где-то отдыхали, вот на этом пляже, и произошел крупный обвал породы, в общем, осторожно, лучше чуть подальше, чувствуешь, восторгаешься видом, смотрите, какая красота, море бирюзовое, чистейшее, конечно, не сравнивая, что там в Коктебеле творится, а Карадак какой красивый, вот слово, когда говоришь, кошмар, как красиво, вот это реально, кошмар, как красиво, мы идем дальше, помнишь, вчера ребенок смеялся над экскурсоводом, которым мы в пещере были, в Тавриде, он все, а мы идем дальше, а мы идем дальше, после каждого рассказа, и ребенок его стал передразить, а мы идем дальше, а мы идем дальше, видите, как близко, но нужно хотя бы идти вот по таким дорожкам, подальше от края, это точно, оп, фоткать сейчас буду, да, бутылочку мне тогда возьми, меня фоткай, так тебя, я сейчас показываю вид, дай мне немножко дышаться, чтобы зрители не понимали, что я тут вообще весь без, без сна, без духа, ну, кстати, тут волны есть, у меня такие сильные, вот там поближе сильнее, цвет моря, бирюзовый, да, машину мы оставили здесь, мохито, красота, сейчас Павлика сфотографируем себя, кто, кстати, подписан на меня вконтакте, фотографии, только, тот видит, все это раньше времени, в ВК, самая такая, первая, высокая насыпь, хорошо, что она такая крепенькая, потихонечку поднимаемся, спускаться, надеюсь, потом будет приятнее, легче, вот, песок и известняк, в составе данной горы, глина красная, именно она дает отблеск, нам туда, получается, надо идти, спускаемся, поднялись, и вон туда идти, отблеск, да, не то, отблеск дает, именно вот этот, вот состав этой почвы, разноцветные, она меняет цвета, во время, разных, дней, сансодеяния, запахался, аж мусли никакие не идут, в общем, от времени, до дня, зависит ее цвет, надо, значит, будет спускаться, и вон туда, тоже не туда поднялись, ну, тогда снимем вид, на мост хамелеон, и пойдем в другую сторону, все ошибочно идут в этом направлении, друг за другом, от незнайства, и мы тоже не знали, в общем, спустились с этой огромной горы, которая сзади меня, теперь нам нужно еще ниже спуститься, пройти по той, как называется, тропе, и подниматься снова вверх, но там точка выше обзора, поэтому попробуем подняться туда, а потом будет награда, окунуть пятую точку в море, спускаемся аккуратно, переодели кроксы на кроссовки, кстати, очень много людей, которые идут просто в сланцах, в таких тапочках, не знаю, как они не боятся тут свернуть шею, можно вот тут тихонечко спуститься, по траве, чтобы не проскользнуть, и сократить путь, чтобы обратно туда не идти, вот есть тут тропинка, я, наверное, что тут попробуем, или потихонечку, по траве, и обойдем, чтобы нам вот этот круг весь не проходить, пойдем здесь, Павлик, вот ты самый экстремальный человек, вот здесь вот, по логе, нет, он пошел по самому крутому месту, едь на попе тогда, и встал, и встал, главное, стоит, ой, блин, не могу над тобой, не могу над тобой, потом твоя мама меня увидит, скажет, куда ты моего ребенка повел, обязательно с собой головные уборы, покрывающие тело одежду, несмотря на то, что пусть лучше ноги, но плечи, голова, все это должно быть покрытое, но это мои вам советы, это обязательно бутылка воды, пусть она даже будет теплая, горячая, но вода должна быть обязательно с собой, чтобы, если что, не дай бог, попить, голову облить, ну, и тем более, в такую жару, когда солнцепек, 35, это, конечно, трэш в этом году, так, вот с той горы мы спустились, теперь поднимаемся еще в такую же гору, тихонечко, вот здесь, наверное, лучше идти тут, как такие выемки от следов, ребята, не знаю, кто бы так смог с нами ползать по всем этим штукам, и отдыхать вместе с нами, вот точно так же, как мы, шесть доз, зато виды вон какие, охеренные, я бы сказал по-другому, на слово мужского полового органа, но, не могу, сил нет, значки, обрыв осторожно, сюда не подходить, обвал опасный, территория, вон, пойдем, посередине, фу, тут, ребята, еще один подъем, просто, сейчас доз, вот тут пологие немножко, а потом снова вверх, еще выше, идем, немножко так по кругу, фу, ну, что, очухался, вот на той горе мы были, насколько мы выше стоим, там продолжение еще, хамельона, но, я думаю, что мы уже туда точно не пойдем, не пойдем, не пойдем, все, ребята, мы на самом верху, я даже не помню, записывалось что-то, в этой верхушке или нет, в общем, если что еще раз, да, я говорил, что мы были на той стороне, что намного выше, вот эта вот тихая бухта, еще раз, перед глазами, очень красивое место, и потрясающее бирюзовое море, но единственное, что здесь от мыса идет такой, муть такая, ну, еще раз, виды вам покажу, с этой стороны, какие потрясающие бухта, там вдалеке, Коктебель, и, Черное море, кородак, вдалеке, и, в ту сторону, по крайней мере, с теми ребятами, с кем мы поднялись, никто не пошел в ту сторону, все дошли до этого места, и спустились, единственное, вот фотограф, рискуя своей жизнью, ради кадров, туда поднялся, сфотографировал, там стоял на самом мысу, там далеко, но фотографа может быть, миллионы подписчиков, поэтому он жертвует собой, ради монет золотых, мы будем потихонечку спускаться, потихоньку будем идти, за всеми следом, или пойдем здесь, где поднялись, ну все, да, пусть, да, дистанцию, потому что очень многие ребята ходят вот здесь, сейчас, и Паша тоже получил, он говорит, что ты на меня орешь, потому что ходит вот прямо практически вот по краю, ну, да ты просто не видел, еще шажок и край, гора, я повторю, что состоит из очень хрупкого массива, песок, глина, песчаная глина, потом это белый, это как называется, известняк, и простая глина, и красная глина, поэтому ничего, так скажем, компонующего, особенного нет, поэтому он имеет свойство обрушаться, и даже ученые говорят, что, конечно, не на нашем веку, но лет через сто этого мыса, может быть, вообще уже не быть, потому что он достаточно сильно обваливается, из-за различных природных стихий, вода, воздух, солнце, ветер, в общем, все четыре стихии действуют на него, поэтому он, так скажем, влияние вот этих всех ветров коррозируется, если есть такое слово, и обваливается, так, все, пока отключаю, потому что неудобно нести, вон, видите, у него какая штанга, еще одна фишка, с вами поделюсь, ребята, видимо, у меня спускаться, мне труднее, чем подниматься, я иду, видимо, у меня икра, прямо вот так, вот, знаете, все трясутся, у меня, видимо, на подъем, на сжатие, мышца лучше работает, чем на раз сжатие, спускаться, конечно, безусловно, легче, но вот икры, что вот такой, знаете, мандраж в икрах, он мешает это делать, но слава богу, что мы уже, видите, господи, он там, вроде такой пологий подъем, в отличие от этой горы, но сам хамелеон, он намного выше, чем вот эта гора, может быть, она когда-то была единая целая, но этого в интернете не было написано, этого ничего не могу сказать, я сначала думал, ты перекрестился, но он галочку поставил, что мы на мысе хамелеон были, можно и отметить еще плюсом, ненаписанную бухту, тихую, но мы еще не были, сейчас пойдем к вам, с ними, с вами, с нами, вместе, а? Вода зашипит, как я зайду, да, слушайте, ну и ребята, просто такая жара, мы столько лет ползали по всяким горам, ползали по всяким пещерам, горным, Чуфут-Кале, Мангуб-Кале, что только где не были, там же тоже все нужно подниматься, там просто деревья, есть тенек, да, наверное, ну короче, здесь я просто весь потом зашел, она прям вся футболка, вот знаете, как постиранная, я ее одел на себя, вот, поэтому сейчас мы с вами, а ну-ка все вместе, до машины доходим, не брали ни резинки, чтобы полегче было, и переоденемся и пойдем туда купаться, по крайней мере, голову однозначно обмочить, охладиться, потому что это нереально просто, просто ощущение, как будто ты реально кипишь, а на самый верх, когда туда поднялись, вот на эту гору, кстати, было проще, туда, когда поднялись, у меня было ощущение, что я просто выплюну сердце и легкие вместе, с почками, настолько трудно было, но еще и страх, потому что узкие дорожки, переходы, идиотки, там, которые сидят на дорожках, на узких, любуются видами, а люди должны проходить около обрыва, но я в ту сторону прошел, думаю, если она обратно будет сидеть, я ей точно и скажу, рожу глины намазала, сидит, любуется на, как ты бель, идиотка, сразу прошу прощения за длинное видео, не хочу делить, и так видео куча, каждый день по два выходят, я еще буду каждое видео делить, в общем, кому нравится, вы досмотрите, все дослушайте, здесь сюда есть джипинг туры, но поверьте, если у вас есть возможность приехать сюда на машине, даже на низкопрофильном, что мы на свои приехали, то сюда, до этой стоянки, можно доехать, просто набирайте мыс Тарханку, ой, мыс, как, хамелеон, да, у меня Тарханку, вот почему-то мыс Хамелеон, простите, ужас, вот, и приезжаете, вот на эту стоянку, тут куча машин, вон разноплановых, и низкопрофильные джипы, и минивены, и вверх вас все равно, никто не поднимет, потому что это заповедник природный, туда можно только пешком, единственное, что он не закрытый заповедник, а, это, скажем, открытый пока для людей, в отличие там от, Карадага, где только с, с сопровождающим лицом, можно ходить, не тратить деньги, короче, если есть возможность, приехать сюда на машине, все-таки ебанутый регион, что, смотрите, здесь ни одной машины, нет, ландшафтный парк, Тихая бухта, так, так, что-то написано, парковка, с целью разгрузки вещей, не больше 10 минут, то есть, они здесь остановились, вот, я говорю, что, вот, некоторые регионы, вы меня просите, пожалуйста, кто из этих регионов, но вот некоторые регионы, особенно автолюбители, они настолько тупоголовые, ни одной машины, ребята там нет, все стоят на парковке, а это чудо припарковалось, прямо около входа, прямо около дверей практически, что в голове сидит, вот, я прямо иногда хотел посмотреть, на лицо этого человека, я ему заснял, глупое лицо, без воспитания, без культуры, считающее, что он в своем, вот, с этой рухляди приехал, может здесь парковаться, здесь даже, извините, изображение, как мы считаем, эти, роверы, с инвалидными знаками, и то здесь, не припарковались, а припарковались, как следует, на стоянке, а он посчитал, возможным сюда привезти, свой колхоз, и поставить здесь машину, там как раз, где проход, люди, где проходят в арочку, вот там мы с вами, наверху были, вот на, ой, вот в этом месте, вот второй гребень, посмотрите, как красиво смотрится, мыс Хамелеон, очарование, полная красота, безизбежность, безысходность, к сожалению, данного мыса, разрушение, пока есть возможность, наслаждайтесь, фотографируйтесь, возможно, наши предки, по нашим фотографиям, видео, своими способностями, продвинутыми, восстановят, данный ландшафтный парк, и, уже будущее поколение, лет через 300, будут наслаждаться, той же самой красотой, в общем, вот такая красота, ребята, ну и мы пришли в Тихую бухту, которая здесь, как раз располагается, Паша уже стоит там, на берегу, я потихонечку спускаюсь, заснял немножко для себя, для вас, чтобы вы видели, здесь песчаник, мельче, чем в Судаке, Белее, но еще есть небольшие камушки, как вы видите, по берегу, волна, естественно, здесь намного меньше, чем в Коктебеле, чище вода, чуть-чуть мутноватая, но мутная она из-за того, что песчаник, здесь можно зато делать, детские, вот эти, помните, замки из песка, то, что мы с вами делали, очень много палаток, люди сюда приезжают, оставляют машины, кемпинг, явно, что не на один день, ну и мы с ними вместе, немножко отдохнем, в этой красоте, очень горячо стоят на песке, прям вообще, пипец, ой, какая вода прохладная, какая хорошая, ого, сейчас я на часе, просто воду с головой, как ихтиандр, ой, хорошо как, это, ну, что, Продолжение следует...